Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите очередной видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Во французском онлайн-издании Direct Industries, посвященном новостям технологий, вышла заметка о презентации высокоскоростного Skyway на InnoTrans 2018. Если вы приобрели и сохранили билеты на ЭКФС 2018, но не совершили поездку на струнном транспорте или не посетили мероприятие, вы можете попасть в экотехнопарк в составе организованной группы. Проект Skyway не остался в стороне от тенденции на автоматизацию. В струнной транспортной системе заложена возможность управления движением на основе показаний сенсоров с помощью искусственного интеллекта. Рассказываем, как устроен этот механизм. Корреспонденты токийского телевидения из UGATA Satellite представили репортаж о презентации высокоскоростного модуля SkyWay на Берлинской выставке InnoTrans 2018. Генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий делится новыми подробностями проекта SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Выставка InnoTrans 2018 прошла больше месяца назад, а новости о ней все еще расходятся по всему миру. Много пишут о новых поездах и прогрессе в области альтернативных источников энергии. Не обделяют вниманием и проект SkyWay. Не так давно вышла публикация о высокоскоростном юнибусе в независимой газете, а сейчас это звалась и международная пресса. Заметка SkyWay вышла во французском онлайн-издании Direct Industry, посвященном новостям технологий. В заметке рассказали о технических характеристиках нового юнибуса и 18-местного юникара, а также дали общую оценку проекта SkyWay. Ссылку на публикацию вы можете найти на нашем сайте. Накануне Экофеста 2018 группой компании SkyWay было сделано объявление. Для тех, кто не сможет прокатиться в день проведения Экофеста, такая возможность сохранится в дальнейшем при условии сохранения входных билетов и посещения экотехнопарка в составе организованной группы. Для этого будут выбраны несколько дней, в которые можно будет приехать в испытательно-демонстрационный центр SkyWay и совершить поездку на струнном транспорте, а также получить дополнительный бонус от компании-разработчиков в день приезда. Сегодня стали известны подробности для организации групповых заездов. О том, как подать заявку на согласование визита в Эко-технопарк и в каком порядке будет организован допуск посетителей, вы можете узнать на нашем сайте. Распространенные сегодня транспортные системы не могут обойтись без участия человека в управлении. Собственные мозги автомобилей, самолетов и даже поездов еще недостаточно проработаны, чтобы доверять им на 100%. Тем не менее, автоматические системы управления – это один из трендов транспортной отрасли, что подтвердила и прошедшая недавно выставка «Инотранс». Там было представлено множество цифровых решений для традиционного транспорта. Проект SkyWay также не остался в стороне от тенденции на автоматизацию. Изначально в струнной транспортной системе была заложена возможность управления движением на основе показаний сенсоров с помощью искусственного интеллекта. Есть в интеллектуальной системе управления SkyWay и особенность. Она объединяет в себе интеллектуальный комплекс, который будет контролировать движения транспортных и собирать необходимые данные по техническому состоянию агрегатов, взаимодействовать с пассажиром и выполнять ряд других функций, которые в традиционном транспорте чаще всего возложены на людей. Подробнее узнать, как работает этот механизм, вы можете в новостном разделе на нашем сайте. Быстрые поезда, надежные автомобили, высокие технологии. Япония традиционно считается прогрессивной страной с развитыми наукоемкими отраслями промышленности. Одна из таких отраслей – это транспорт. И здесь японские компании в числе мировых лидеров. Неудивительно, что в стране интересуются новостями высокотехнологичного транспорта. Японские корреспонденты с токийского телевидения посетили выставку «Инотранс-2018» и подготовили сюжет о ее новинках. В их числе и высокоскоростной транспортный модуль SkyWay. Репортаж «Югата Сателлайт» на выставке «Инотранс-2018» и высокоскоростном юнибусе вы можете найти на странице новостей на нашем сайте и в личном кабинете. В начале августа во время Эко-феста 2018 генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий объявил о том, что по причине отказа местных властей Республики Беларусь предоставить полосу земли под высокоскоростной SkyWay в сентябре начинается стройка в Объединенных Арабских Эмиратах. Гости Эко-технопарка были также взволнованы новостями о собственной криптовалюте и предстоящем в октябре этого года обратном выкупе долей. Октябрь наступил, и пришла пора рассказать о том, как обстоят дела с проектом. Предлагаем посмотреть видеоинтервью с Анатолием Юницким, в котором он подробно рассказывает о текущем состоянии дел, времени начала работы над проектом в Эмиратах, на какой стадии находятся процессы внутригосударственного согласования и каковы дальнейшие шаги по развитию проекта в Объединенных Арабских Эмиратах. Ссылку на интервью вы найдете на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова